А вот наша компания и расширилась. У нас в гостях Сергей Селимов, значит, председатель Госкомитета Крыма по делам молодежи, правильно? Молодежной политики, да? Да, молодежной политики. Вот, ну и скажите, пожалуйста, знаем, что вас назначили на должность 17 декабря, если я не ошибаюсь, да? Все верно. Какие планы? Вот первые планы рабочие, именно с чего хочется начать? О, не знаешь, куда бежать, за что хвататься. На самом деле есть четкий план. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать инфраструктуру для работы комитета, создать все необходимые документы для его работы. Ну и параллельно не забываем о том, что надо в свои планы посвящать молодежь, направлять. И, конечно же, пока мы больше обещаем, но, поверьте, за делами дело не встанет. Что будете делать в первую очередь? Сейчас будем налаживать систему наших подведомственных учреждений, которые получат больше, так сказать, охват. Это какие учреждения? Нет, мы создаем новые некоммерческие организации, которые будут заниматься больше и, так сказать, глубже работой с молодежью в регионах. Ну, например, праздники какие-то организовывать или субботники? Нет, нет, смотрите, праздники – это очень узкое понимание этих вещей, которые... Или у них будет задача каждый раз что-то придумывать для молодежи, чтобы она без дела не сделала. А вы знаете, молодежь сама придумывает все, что им нужно. Дать ей возможность оплатить, да? Да, дело в том, что те подведомственные учреждения, которые мы создаем, они создаются с учетом того, что молодежи нужна ресурсная база для того, чтобы что-то сделать. Понятно, что когда молодежь придумывает, предположим, флешмоб и прибегает в администрацию, в администрации что говорят? Денег нет. Ну, надо запланировать, правильно? Чтобы выделить. А это конкурсы там? То есть сейчас можно будет как-то по-другому это все сделать? Да. На самом деле и раньше можно было делать это все через грантовые конкурсы. Но вы понимаете, что если у вас проект, предположим, нарисовать на площади огромную там снежинку, да, то для этого нужен мел там, ну, на 6 тысяч рублей. Писать грант на 6 тысяч рублей, чтобы воплотить. И разрешение где-то еще получится. А такие мелкие суммы сейчас будут выдаваться, да? А? Мелкие суммы. Реализация таких проектов станет проще. Не будет выдаваться, а можно будет прийти в ресурсный центр и рассказать о своей идее, и вместе с этим центром реализовать свой проект. Никто при этом не умаляет заслуг организатора. Везде будет сказано, кто придумал, кто реализовал. То есть те подведомственные учреждения, которые мы собираемся создать, они должны помогать во всем молодежи в реализации их проектов. Поверьте, у молодежи проекты не связаны с праздниками. Это и улучшение среды, так сказать, нашей жизни, и туристические, и инфраструктурные. Проекты очень-очень разные. Конечно, мы все видим, как молодежь веселится, развлекается, к чему-то стремится. Но поверьте, первый вопрос, который задают на сейчас очень большой проект, вы знаете, «Диалог на равных». Первый вопрос, который задают молодые люди, как нам построить парк. Парк молодежи, как нам построить скейт-парк, как нам построить... Ну и молодежь часто просит, чтобы их звали принимать участие в подобных мероприятиях. Потому что тоже скейт-парк, он реализован, действительно, все здорово, и для этого... Ну, подождите, он реализован не везде. Нет, ну, конечно, нужно. В Северополе, да. Но все равно возникали такие вопросы, говорят, вот если бы позвали нас, мы бы принимали участие хотя бы в проекте. Да. А на Северополе собираетесь как-то в эту связь? Конечно, конечно. Мы проедем с большим, так сказать, туром по всем городам и муниципальным образованиям. Причем мы собираемся встречаться как с администрацией, так и с молодежными общественными советами, руководителями студсоветов, представителями молодежного актива Республики Крым. Поверьте, молодежь хочет менять наш Крым к лучшему. А меня, собственно говоря, 17 декабря назначили, чтобы этот процесс пошел лучше и быстрее. Прежде такая должность была? При Министерстве образования было управление. То есть это, как бы, можно сказать, обновление определенного рода? Это, давайте будем говорить, что это улучшение, усиление и развитие той, так сказать, молодежной политики, которая была до этого. Молодежная политика требовала развития и благодаря Сергею Валерьевичу его получила. Мы поздравляем вас за то, что у вас такая миссия назначена. Будут уверены, что вы с ней справитесь и желаем вам успеха. Спасибо огромное. Да, у нас в гостях был Сергей Селимов, председатель Госкомитета молодежной политики Республики Крым. Сейчас мы предлагаем вашему времени, внимание, следующий наш материал о, если не ошибаюсь, вредных привычках. Ну или о том, как стоит с ними бороться.